Традиционная конференция по кардиологии накануне состоялась в столице Татарстана. Темой мероприятия в этом году стали актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В очном и дистанционном формате участие в конференции приняли специалисты со всей России. Инициатором проекта является университетская клиника Казанского федерального университета. Я бы даже назвал это не конференция, это такая школа, когда идет обмен мнениями и молодые кардиологи, молодые врачи, они по сути дела имеют возможность услышать из уст корифеев, что же поменялось в кардиологии, какие подходы для диагностики, какие подходы для лечения. Я уверен, что как и обычно, эта конференция будет очень удачной и плодотворной. По словам участников кардиологии, динамичный раздел медицины. Новые наработки и технологии появляются практически каждые полгода. Именно поэтому темы выступления из года в год разные. Действительно, в предыдущей области года мы в большей степени задумывались о сочетании сердечно-сосудистой патологии и коронавирусной инфекции. В этом году мы решили отойти от этой проблемы и все-таки вернуться к нашим глобальным сердечно-сосудистым заболеваниям. Все-таки актуальность чуть-чуть снизилась коронавирусной инфекции. Мы можем полностью развернуть наши крылья и обсудить и сердечную недостаточность, и гипертоническую болезнь, и ишемическую болезнь сердца. Помимо выступлений спикеров, участники мероприятия смогли ознакомиться с новинками в фармацевтической сфере, изучить современные, более эффективные лекарственные препараты, а также обновленное оборудование. Участники информационной зоны отмечают, что такое взаимодействие просто необходимо. Оно на пользу не только врачам, но и компаниям. Это помогает компании внести изменения в инструкцию в случае возникновения каких-то, если врач отмечает какие-то новые эффекты, либо по безопасности есть какие-то у врача нарекания. Это все мы передаем в виде обратной связи в нашу компанию, и компания, соответственно, делает вот такие вот изменения на основании большой нашей работы. Наша аппаратура используется на всех этапах. Это и как первичная, как диагностика, как контроль лечения и послеоперационные периоды. В ходе конференции коллеги смогли обменяться опытом и обсудить, какие современные методы лечения наиболее эффективные. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатуллин, Универньюс.